МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осенью 1925 года в Москве, в Боткинской больнице, наркома по военным делам СССР Михаила Фронзе готовили к операции. Предварительный диагноз – язва желудка. Фронзе оперироваться не хотел, но политбюро настаивало. Утром военачальника приедет навестить Сталин. Его не пустят. Сталин оставит записку. Дружок, были сегодня у врача Розанова. Хотели к тебе зайти, не пустил язва. Мы вынуждены были покориться силе. Не скучай, голубчик мой, мы еще придем. Мы еще придем. Коба. 31 октября 1925 года был последним днем жизни Фронзе. Передозировка хлороформа. Остановка сердца. Современники прошепчут – командарма убил Сталин. Возможно. Фронзе был слишком серьезным соперником. Но не только. Он стал свидетелем одной из величайших финансовых афер большевиков. И расправиться с ним мечтал еще Ленин. Западный Казахстан. Поселок Макат. Местность похожа на декорации к фильму ужасов о последствиях язерного взрыва. Это пейзаж первой стройки социализма. Она унесла десятки тысяч человеческих жизней. Ее организаторы похитили миллионы рублей. А большевистское руководство решило свои личные задачи. Здесь впервые схлестнулись интересы Ленина и Фронзе. Получив доступ к засекреченным документам и проехав по маршруту стройки, мы восстановили истинную картину происшедшего. В 20-м году окружением Ленина была разработана схема хищения денег из государственного бюджета и отмывания их на грандиозных стройках. Первую схему опробовали здесь. Некогда безоблачные отношения Ленина и Фронзе впервые омрачились дебатами по Брестскому миру. На заседании ЦК обсуждались условия выхода России из Первой мировой войны, явно выгодные Германии и унизительные для России. Фронзе считал капитуляцию неоправданной. Вопрос был вынесен на голосование. Ленин пригрозил уйти в отставку, если ЦК не согласится на подписание мировой. По сути, каждый голос мог решить судьбу вождя пролетариата. Никогда еще Ленин не был так близок к потере власти. Фронзе воздержался. С критическим перевесом голосов решение было принято все же в пользу мира. Но Ленин Михайлу Фронзе этот эпизод не простил. 1919 год был одним из самых тяжелых для республики. Белые наступали на всех фронтах. В стране был голод и топливный кризис. Основные нефтеносные районы Баку и Грозный оказались отрезанными от центра. Транспорт стоял, железные дороги и мосты были разрушены. Все необходимое выменялось на черном рынке. Что было тогда дороже металл, хлеб или драгоценности, никто определенно сказать не мог. Но уж точно жизнь в этом списке стояла на последнем месте. Ленин очень такую телеграмму отправляет войскам фронта, где он пишет Аджоникидзе и Смилге, передайте местному населению, что буквально перережем всех, если сожгут нефтепромыслы, и соответственно даруем жизнь всем, если оставят нефтепромыслы и запасы нефти в целости и сохранности. Александр Иголкин, ведущий научный сотрудник Института Истории Российской Академии Наук, первым рассказал об истории Алгембы. Армия фронт завела баи в западном Казахстане за эмбенские нефтепромыслы. К этому моменту там скопилось более 14 миллионов пудов нефти. Эмба стала бы спасением для Советской Республики и единственным местом, откуда можно было вывести нефть в центр. 24 декабря 1919 года Совет Рабочей Крестьянской Обороны принимает решение о начале строительства железной дороги и приказывает признать постройку ширококолейной линии Александров-Гай-Эмба оперативной задачей. Дорога важный стратегический объект, а потому всю информацию о проектных работах сразу засекретили. Магистраль решили строить одновременно с двух концов и встретиться на реке Урал у села Гребенщиков. Субтитры создавал DimaTorzok 300 километров от Саратова. Город Александров-Гай. Граница Казахстана и России. Здесь железнодорожное полотно обрывается, а точнее заканчивается. В 500 километрах от этой точки в Казахстане и находятся Эмбенские нефтепромыслы. Оттуда, через безводные Солнычковые пустыни, должна была протянуться стальная нить новой железной дороги до Александрова-Гая. А уже отсюда эшелоны с нефтью пошли бы в центр. Такова была задумка Ленина. Но Ильич преследовал еще одну цель. Свою. Личную. Трудно вспомнить какую-либо победоносную революцию, после которой к власти не пришел бы самый талантливый в то время генерал. Самым талантливым полководцем Красной армии, стоявшим на несколько голов выше любого другого, был Михаил Васильевич Фрунзе. Значит, Фрунзе нужно попробовать каким-то образом ослабить. Нейтрализовать ослабить. План по нейтрализации русского Бонапарта родился быстро. В декабре 1919 года 4-я армия Фрунзе вышла к истокам Урала и прорвалась к нефти, которой так нуждалась молодая республика. Фрунзе намеревался продолжать поход дальше, на юг, в Среднюю Азию. Как вдруг... Фрунзе получает телеграмму Троцкого с припиской Ленина, что все, прекращаете там боевые действия и переводите армию на вывоз немедленно нефти верблюдами и на строительство вот этой трассы. В телеграмме, отправленной Троцким на имя Фрунзе, читаю. Приказываю перевезти 4-ю армию на строительство железной дороги Александров Гай Эмба. Ленину этого показалось мало, и он делает от себя приписку. Прошу товарища Фрунзе, в соответствии с указанием Троцкого, развить революционную энергию для максимального ускорения постройки дороги и вывоза нефти. Фрунзе не мог поверить, что его победоносная армия в одночасье должна была сменить мечи на лопаты и броситься строить дорогу во имя революции. Он просит Ленина направить на выполнение так называемой исторической миссии не его боевую 4-ю армию, а части Юго-Восточного фронта, которые не участвуют в военных действиях. Фрунзе Ленину осуществление постройки встретит большие препятствия. Фрунзе сообщает об отсутствии транспорта, топлива, о трудностях размещения рабочих, об условиях безводных степей, голоди и эпидемиях. Это при том, что Фрунзе приказов не обсуждал. Это адский труд, на который можно было направить действительно только армии или каких-то тюремных работников. Вячеслав Афанасьев, краевед, первым обнаружил следы строительства Алгембы в Казахстане. Участь военных постигла и местных казахов. В качестве трудовой повинности на строительство были согнаны жители Саратова и Самары. В их числе и так называемые буржуи. Всего около 45 тысяч человек. Из них-то и были сформированы трудовые полки. Дикий мороз зимой, дикая жара летом, голод, отсутствие пресной воды. С севера надвигалась эпидемия тифа. Люди начали умирать. В марте 20-го года в Москве созрел план. Параллельно железной дороге строить еще и нефтепровод. Именно тогда в ленинских документах впервые появляется загадочное слово «Алгемба». Так назвали объединенное строительство нефтепровода и железной дороги. Само слово – яркий продукт новояза. Слияние начальных и конечных букв двух географических названий. «Алг» от Александрова Гая, «Эмба» от названия нефтяного месторождения. И тогда же в бумагах Ленина появляется имя организатора этого строительства. Ломоносов говорил мне, что все сделано для нефтепровода. Ломоносов, пожалуй, самая загадочная фигура в нашей истории. Юрий Ломоносов до революции возглавлял Петроградскую железную дорогу. В феврале 1917-го он не пустил эшелоны с частями царской армии к северной столице. В результате был обеспечен численный перевес войск временного правительства. Он в это время курировал движение поездов по дорогам, прилегающим к Петрограду. Именно он обеспечил, как он сам писал, то, что Николаев все-таки был вынужден отречься. Временная власть эту услугу не забыла. И командировала Ломоносова в Америку. Командовать российской миссией путей сообщения. В 1919 году Ломоносов вернулся в Россию, быстро сориентировался и также беззастенчиво примкнул уже к большевикам. Новая власть также отплатила ему руководящими постами. Он возглавил сразу два проекта. Строительство Алгембы и закупку паровозов для России. 700 штук в Германии и 500 в Швеции. Официальная история тех лет назовет сделку прорывом экономической блокады. Но комиссия, позже проверявшая документы купли, обнаружит перерасход, а проще говоря, хищение государственных средств. В результате прорыва страна недосчиталась миллионов золотых рублей. Рискуем предположить, что Ломоносов был полезен Ленину. Он придумывал схемы увода денег из бюджета и направлял их в нужное русло. Мы обратились в архив Федеральной службы безопасности с просьбой ознакомиться с личным делом Ломоносова. И получили неожиданный ответ. Но об этом чуть позже. В Александровом Гае в 19-м году размещался Чапаевский штаб. Здесь сейчас музей. А эта мельница, построенная задолго до революции, работает до сих пор. Ее стены хранят следы пуль. Здесь отстреливались бойцы Чапаева. После гибели легендарного комдива дивизию разоружили и бросили на строительство железной дороги. А вслед за чапаевцами потянулись и тысячи местных жителей. Большинство из них были дети 10-12 лет. В отличие от голодного казахского участка дороги, здесь за работу поначалу выдавали паек, килограмм хлеба и чашку пшена. Кому-то стройка помогла выжить, а кому-то принесла погибель. КОНЕЦ КОНЕЦ СНОБЖАЛИ Отец этой женщины 17-летним парнем пришел на стройку алгембы. Это местное население? Местное население. Это мы вот и залгаем кто работали. Работы по строительству железной дороги только начались. А Ленин уже требовал срочного вывоза. Любыми путями 14 миллионов пудов нефти, скопившихся на Эмбе. Так, когда бычь-то продолжалась, а хранилища были переполнены, то да, нефть действительно выливалась в песок. Единственное транспортное средство в пустыне или заснеженной степи – верблюд. Подолгу не требует воды и пищи. Это Ленину и понравилось. Светлые головы в Москве решили вывезти несколько миллионов пудов нефти. Зимой. В Астрахань. На верблюдах. Немедленно. В январе 20-го года Ильич шлет в Казахстан телеграмму. Приказываю ввести трудовую и гужевую повинность местного населения с частичной оплатой продуктами. На зов вождя казахи бросили собирать бурдюки. Под нефть. А бойцы некогда победоносной армии Михаила Фрунзе получили очередной приказ – сопровождать обозы от мест добычи нефти до Астровния. Впрочем, ни один верблюд до Астрахани не дошел. Кто-то доложил в центр, мол, верблюды не справились. Бураны, плохое состояние крестьянских подвод, бескормица, бездорожье – все это помешало вывозу нефти так называемым гужом. Труб для укладки нефтепроводов в стране не было. Единственный завод, когда-то их выпускавший, стоял. По складам набрали остатков только на 15 верст, а требовалось на 500. Решили разбирать заброшенные, а потом и действующие нефтепроводы на юге России. Трубы были разные, по длине и диаметру. Но это большевиков не смущало. Впрочем, как ни перекладывали трубы с места на место, как их ни подгоняли на всю трассу, все равно не хватало. Нельзя сказать, что все это безумие происходило в тишине. Чрезвычайный уполномоченный по восстановлению нефтепромыслов Эмбенского района писал в Москву. Я категорически настаиваю на том, чтобы до обнаружения дейспособности новостроящегося нефтепровода действующие нефтепроводы не разбирались бы. Не тут-то было. Единственные работы, которые велись по проекту Алгемба, были как раз работами по разборке соседних нефтепроводов. У вождя пролетариата была уверенность, что к цели надо идти. И, как всегда, другим путем. Ильич, вспомнив опыт древних римлян по укладке водопровода, предложил использовать деревянные трубы. Но деревянные трубы пожароопасны, и в них невозможно создать необходимое давление. К тому же в Казахстане нет лесов. Дерево в нашем крае нереальное. Любой старинный дом, который вы видите здесь, любая перекладина, которая на потолке лежит, в старинных домах, все это везли по Волге, через Астане, по Каспийскому морю и сюда. Пока Ильич находился в поиске нестандартных инженерных решений, Фрунзе получил новое задание. Ликвидировать басмачество силами Туркестанского фронта и создать Бухарскую Советскую Республику. Фрунзе оставляет свою армию на строительстве Алгембы и покидает Казахстан. В Российском государственном архиве экономики мы нашли расчетную смету Алгембы. Планируемые в ней затраты на строительство железной дороги в несколько раз меньше, чем затраты на нефтепровод. При том, что на практике одна верстта железной дороги стоит в четыре раза дороже нефтяной трубы. Расчеты вызвали подозрения рабочей крестьянской инспекции. На требовании инспекторов объяснить эти нестыковки составители сметы ответили, что они считали стоимость работ без учета затрат на рельсы. Зачем нужно было занижать реальную стоимость проекта как минимум в два раза? Мы можем предположить, что Ленин планировал ввязаться в драку с небольшими расходами и пройти все согласования в инстанциях. А когда строительство начнется и отступать будет некуда, увеличить вложения. Так и вышло. Инициаторы строительства во главе с Ломоносовым в феврале 2020 года вышли с новой финансовой инициативой. Давайте мы вам все построим. Хотели построить всего за год. Но построим, если все сможем купить на вольном, ну или тогда черном рынке. И для этого нам нужно право. Вот дайте нам деньги, но чтобы мы не отчитывались, как именно мы их расходуем. Члену коллегии госконтроля Галкину было направлено письмо. Его авторы предлагали ввести все расчеты по Алгембе наличными. Они объясняли это тем, что в условиях повального дефицита необходимые материалы можно купить только на черном рынке. Более того, алгембовцы требовали права вообще ни перед кем не отчитываться в расходовании выделенных средств. Товарищ Галкин, находясь в здравом уме и твердой памяти, мягко отказал. Тогда Ломоносов в обход всех инстанций обратился с этой просьбой прямо к Ленину. Между Лениным и Ломоносовым существовали какие-то особые отношения. И Ленин в конце концов тут же, в феврале, сказал, да, давайте в виде исключения пойдем на такой эксперимент, что вот выдадим денег, миллиард, по меньшей мере, в самом начале, и пусть они расходуют как хотят, отчитаются готовые стройки. Ильич шлет директиву рабочей крестьянской инспекции. Предлагаю не стеснять формальностями в отпуске денег. Этот документ лишает нас возможности проверить, сколько реально денег было потрачено на строительство алгембы. Лишила она этой возможности и рабочей крестьянской инспекции, которая с первого дня возмущалась такой вольной системой финансирования. Летом 1920 года Совнарком запретил всем учреждениям покупать какие-либо товары на рынке. Но на организаторов алгембы эти запреты не распространялись. Именно в этот период самые крупные суммы оказались в их распоряжении. В течение 20-го года правительство выделило на строительство алгембы 1 миллиард рублей наличными. К концу 1920 года стройка начала буксовать и задыхаться. Тиф уносил по несколько сот человек в день вдоль трассы. Выставили охрану, потому что местные жители стали растаскивать шпалы. Рабочие вообще отказывались выходить на работу. Ленин недоволен. Он шлет руководителям алгембы телеграмм. Ясно, что тут саботаж или разгильдяйство. Обязательно пришлите мне архикратко, что заказано и что сделано. Имя, отчество, фамилия каждого ответственного лица. В общем, какие бы решения по алгембе не принимались, на месте ударной стройки по-прежнему не было ничего ни транспорта, ни стройматериалов, ни воды, ни хлеба. Сохранились там документы. Нечем кормить, что нормы выдачи ниже всякой нормы, что вообще многие сидят без хлеба. Причем это еще в 20-м году. А ведь мы помним, что в 21-м году летом начинается самый страшный голод, может быть, за всю нашу историю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Зима в 20-м, 21-м году была, во-первых, снежная, большая, большие сугробы. Даже вот когда Чапаевская дивизия сюда двигалась, она даже не заходила в поселки. Негде было погреться, потому что кругом все репсал, тиф, болезни. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В это время на строительство приезжает с инспекцией Михаил Фрунзе. Командарм приходит в ужас от увиденного. И по горячим следам шлет Ленину телеграмму. Дорога в ужасном состоянии. На топливо разбираются постройки, вагоны и прочее. Бедствия усиливаются свирепствующими буранами и заносами. Кроме войсковых частей работать некому, а части разутой и раздетой. Ленин оставляет телеграмму без ответа. Это саратовские врачи. Они приехали в Александровгай добровольно. В городе и на стройке началась холера, а местное население продолжало возводить насыпь для будущей дороги, в необходимости которой на тот момент уже сильно сомневались трезво мыслящие большевики. Дело в том, что через 4 месяца после начала строительства Алгембы уже в апреле 20-го года были освобождены Баку и Грозный. Эмбенская нефть была каплей в море по сравнению с их запасами. Но Ленин настаивал на продолжении строительства и выделял под него миллионы и миллионы. Из РКИ были письма правительства, что зачем вы строите, неужели вы не понимаете, что это совершенно бессмысленно, что в будущем, если когда-нибудь придется строить нефтепровод отсюда, то нужно строить на восток, а не на запад, запад-то будет снабжаться Грозненской и Бакинской нефтью. Что вообще вся стройка странно очень выглядит, что все расчеты, которые представлены, ну, это полный абсурд. Слухи о немыслимых перерасходах средств на строительство Алгембы доходят до Дзержинского. Он поручает собрать всю информацию о деятельности и личной жизни руководителя Алгембы Юрия Ломоносова. Оперативное управление ВЧК отчитывается Дзержинскому. Инженер Ломоносов в Москве ведет роскошный образ жизни. Жена Ломоносова проживает в Стокгольме и работает в одном из банков. Ломоносов часто навещает ее, причем за государственный счет, и в загранпоездках ни в чем себе не отказывает. Дети Ломоносова живут и учатся за границей. В ВЧК хранилась еще целая пачка доносов, которые Ломоносов строчил на своих коллег. Собранные чекистами сведения о руководстве Алгембы Дзержинский выложил на заседание Политбюро. Железный Феликс, видимо, был не в курсе особого статуса Ломоносова и крайне удивился, когда Политбюро вынесло свой вердикт. Работа товарища Ломоносова носит в целом положительный характер. Передовик труда Ломоносов почувствовал опасность. Он скоропостижно покинул свой пост в Комитете государственных сооружений, не дожидаясь окончания стройки, и все чаще стал пропадать за границей под предлогом ведения каких-то переговоров. Но каких? Летом 1917 года газета «Живое слово» опубликовала статью под заголовком «Ленин и Ганецкий шпионы». «Деятельность большевиков финансируется Германией», писали журналисты. И на счету Ульянова-Ленина находится свыше двух миллионов рублей. Напомним, что до Октябрьского переворота оставалось три месяца. Когда немцы просчитали Ленина? Ленина просчитали по моим... Вы сделали на него ставку, скорее. Да, я могу сказать, ставку сделали они, четко даже пишу, ставку сделали они еще в 13-м году. Аким Арутюнов, историк и публицист. Автор многочисленных работ о финансовой деятельности большевиков. Расчет Берлина был прост. Революция в России остановит Первую мировую войну и разрушит антинемецкую коалицию. На это в Германии денег не жалели. О фактах немецкого спонсорства знал начальник Петроградской контрразведки Никитин, о чем он регулярно и докладывал царю. В архиве Никитина были копии 29 телеграмм, посланных Лениным, Калантай и Зиновьевым немецким спонсорам с перечислением затрат и требованием прислать еще денег. Суммы в телеграммах фигурировали немалые. О какой сумме примерно идет речь вложенной, скажем, немцами предреволюционный революционный год? В пользу с источниками и опубликованной, и неопубликованной, речь шла о том, что они порядка 6 миллиардов марок вложили. В нашу революцию? Да. Требовала ли Германия возврата вложенного? Возможно. Но уже в июне 19-го года была провозглашена Веймарская республика. Германию начали сотрясать постоянные смены правительства, и ленинские кредиторы сошли с немецкого политического Олимпа. Впрочем, сам Ильич мечтал перенести свой революционный опыт в Европу. Именно в Берлин, который и должен был стать центром мирового коммунистического движения, направлял Ленин миллионы из России. То есть он грабил буквально страну во имя чего? Во имя того, чтобы продолжать свою идею мировой революции. Не надо думать, что в то время Ленин свободно мог взять из казны сколько угодно денег и распорядиться ими по собственному усмотрению. Он сам писал про учет и контроль. Да и фискальные органы, и политические враги не бездействовали. Поэтому добывать деньги приходилось разными путями. Финансовыми аферами в том числе. Олгемба фактически стала одной из них. По нашей версии, Ленин сам предложил Ломоносову заниматься переводом денег за рубеж. Причем с учетом ломоносовского интереса. Ломоносов курировал Олгембу и распоряжался всеми ее финансовыми потоками. Более того, он часто бывал за границей и имел возможность перевозить наличные деньги. В это время началась война с Польшей. Но на польский фронт с Олгембы были направлены только остатки 25-й Чапаевской дивизии. Ведь две трети ее бойцов уже погибли на строительстве. Они вырвались на польский фронт. И, может быть, благодаря этому большая часть и выжила спаслась. Потому что те, кто остались на Эмбене, они практически все погибли. К осени 21-го года из 40 тысяч пригнанных на строительство с двух концов работало всего 511 человек. Местные жители разбежались. Военные частично были отправлены на фронт. А большинство просто погибли от тифа, холеры, голода и жажды. Полтора года Олгембы стоили 35 тысяч человеческих жизней. 6 октября 21-го года директивой Ленина строительство железной дороги и нефтепровода было прекращено. Все, что успели за полтора года построить со стороны Александрова Гая, это 90 верст насыпи и в два раза меньше рельсов и шпал. Вот это то, что напоминает сегодня о стройке века. Обычная проселочная дорога, ведущая к границе с Казахстаном. А из этого рва, видимо, и брали землю для насыпи. После того, как стройка перестала интересовать Ленина, в Александровом Гае шпалы и рельсы немедленно растащили местные жители. В Досоре и Макате, через несколько лет после гибели Олгембы, стали вновь разбирать и перетаскивать куда-то трубы. И сегодня уже ничто не напоминает о первой стройке социализма. Разве только вот это здание Досорского вокзала, у которого нет перона. Железная дорога на запад все же будет построена здесь в 70-х годах. Но дойдет только до Урала. Сегодня по ней проходит один товарный поезд в неделю. А как же сложилась судьба непосредственного организатора этого грандиозного строительства? В архиве ФСБ нам сообщили, что с 27-го года Юрий Ломоносов проживал за границей. А 17-го апреля 45-го он был лишен советского гражданства. По нашей версии, Ломоносов еще долго выполнял деликатные финансовые поручения руководства партии. А во время войны просто исчез с обверенными ему деньгами. Родина вспомнила о нем в канун Великой Победы, очищая свои ряды от предателей. Ломоносов безбедно дожил свой век в Канаде, где и скончался в 52-м году в возрасте 76-ти лет. Добычу нефти на Эмбе сокращали с каждым годом. И если бы нефтепровод все же был построен, то загрузить его было бы нечем. Государственные мужи использовали уникальное нефтяное месторождение фактически в своих личных целях. Алгемба явилась примером реализации простой и гениальной схемы ввода бюджетных средств за рубеж. Об отмывании денег знали лишь особо доверенные лица из окружения Ильича, такие как Ломоносов. С помощью подобных схем и пополнялась партийная касса. Средства из нее направлялись на банковские счета для решения специфических задач и удовлетворения персональных запросов большевистской верхушки. Хорошо известно, что в 1924 году, сразу после смерти Ленина, развернулась яростная борьба за власть. Постепенно определились и два главных претендента – Троцкий и Сталин. По нашему предположению, Троцкий мог попробовать разыграть карту хищений в ближайшем окружении Ленина, в которое входил и Сталин. Тем более, что Фрунзе являлся непосредственным подчиненным председателем Реввоенсовета Троцкого. И Троцкий не мог не знать о многомиллионных хищениях на строительстве Алгембы. Если предположить, что Дзержинский и Фрунзе также могли встать на сторону Троцкого, то Сталину было необходимо срочно менять обоих силовиков. В течение лета 1925 года Фрунзе дважды попадал в автомобильные аварии. На нервной почве у него начались желудочные кровотечения. Осенью Консилиум Политбюро во главе со Сталином настоятельно рекомендовал наркому оперироваться. Личный врач предупреждал, что наркоз Фрунзе противопоказан, но его не пустили в операционную. 31 октября 1925 года стал последним днем жизни Михаила Фрунзе. Ему было 40 лет. По странному стечению обстоятельств, через год скоропостижно скончался и Дзержинский. И еще. Нам всем когда-то раздали лопаты. И мы рыли. Кто котлованы, кто окопы. Кто-то умирал, кто-то воровал. Алгемба была не только величайшей финансовой аферой. Она стала моделью коллективного управления экономикой. Разоренная казна, безнаказанность и безответственность. И загадка Алгембы не в ее бессмысленности и обреченности, а в той бесхитростной схеме ввода денег из казны, которая еще долго кормила сотни чиновников. Именно поэтому историю Алгембы так долго от нас скрывали большевики. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...